Всем привет! С вами Юля и сегодняшнее видео будет о пустых баночках октября. Пустых баночек собралось довольно много и поэтому давайте начнем. Первая это была вот такая вот картофельная маска. Ничего особенного, то есть она немножко уменьшила поры, лицо стало более свежее, но это все как бы хорошо до первого умывания, то есть долго она не стоит и результатов не дает. Следующая это зубная паста от Sensodyne, как бы хорошая зубная паста, жалоб нет. Следующая это бутылочка сухого шампуня от Batista и запах был хороший, качество этой сухой шампуни очень хорошее, поэтому жаловаться не могу ни на что. Следующая это мыло от DAV, как я уже сказала, я почему-то последние пару месяцев пользуюсь именно пусковым мылом и буду продолжать, потому что я его купила много, то есть и такое, и другие разные компании, вот. Поэтому буду продолжать. И от DAV мыла, то есть кожа на самом деле очень мягкая потом. Следующая это две маски для волос от L'Oreal Feria, вы их можете заказать только на интернете, то есть в магазине их купить нельзя. Они очень-очень хорошо добавляют в жизнь как бы сухим волосам. Если у вас сухие порченые волосы, то поищите вот такие вот масочки от L'Oreal, они вам очень понравятся. Следующая это умывалка для лица от Bliss. И что я могу сказать? Она очень плохо смывает мейкап. То есть если вы молодая девочка и вы вообще не краситесь, то она в принципе хорошая. Я ее пользовалась только с утра, потому что вечером она... То есть ей отмыть макияж практически невозможно. Дальше жидкость для линз от Optifresh. От Replenish. Она довольно хорошая и как бы глаза не сушат ничего, то есть жалоб нет. Следующая это крем. Что это? Это крем для тела, лосьон от Juicy Couture. И запах довольно свежий, то есть я его закончила и была им очень довольна. Следующая это вот такой вот флосс. Это нитка для зубов от AIM. И ее плюс в том, что здесь ее 33 метра. То есть мне ее хватило где-то на 2 месяца. Дальше у меня не закончилось, но я ее выбрасываю. Это была Maybelline Dream Blush. И цвет это был 50 или Cloud Wine. И вот как она выглядит. И она в принципе до сих пор даже очень хорошая. Но я переживаю за то, что она... Ну то есть по запаху она не испортилась. Но я переживаю за то, что она у меня давно и может ей уже нехорошо. То есть надо с ней попрощаться. Вот. Дальше... Также я избавляюсь от... У меня были от Maybelline вот такие вот румяна. От Maybelline. От Physicians Formula вот такие вот румяна. Ну видите, я уже ударила донышко. И... Короче, я решила, что я их больше не хочу. Потому что они шиммерные. И шиммерные румяна почти все. Они увеличивают видимость пор. Но несмотря на это, я пользовалась верхними двумя белым и таким персиковым цветом. Даже как тень для ресниц. То есть почему их держала? Потому что они в принципе... То есть с ними много чего можно сделать. Вот. Следующий продукт. Это... У меня здесь еще осталось где-то на недельку. Это Powerful Strengths Line Reducing Concentrate from Kiehl's. И я не могу сказать, что он борется с морщинами. Но я им пользовалась где-то 3 месяца. И я им очень довольна. Следующий покупать пока не буду. Потому что я купила от Kiehl's. Такую же штучку только для удаления пигментных пятен. Поэтому в следующих 2-3 месяца буду пользоваться ей. Следующий у меня закончился вот такой вот Midnight Recovery Concentrate от Kiehl's. И я уже говорила, я не покупаю их в полном размере, потому что мне вот такой вот штучки хватает на довольно долго. Вот. И эту штучку я очень люблю и буду продолжать покупать. Она... Ее надо 2-3 капельки поставить на ночь на лицо. И утром лицо как бы оно свежее. Оно кожа более напитанная. То есть, если вам за 25, то советую попробовать. Дальше у меня закончился вот такой от Neutrogena крем для глаз. Называется Healthy Skin Eye Cream. Он неплохой, но он очень слабый. То есть, девочкам, которым уже надо бороться с первыми признаками морщин, я его не посоветую. Потому что он очень-очень слабый. То есть, он просто питает кожу. Больше ничего я не увидела. Но если вам 18-20 лет и вам нужен крем для глаз, то это идеальный вариант. Дальше у меня закончилась вот такая вот маленькая зубная паста, которая у меня в сумке с собой была. Ну, как бы ничего особенного. Хорошая. И вот эту вот кисточку от Sephora. Это кисточка для подводки. Я ее выбрасываю, потому что, видите, она уже такая, ну, короче, кучерявая. То есть, с ней надо попрощаться. Вот на этом... А, нет, еще не все. И дальше я выбрасываю вот такую вот кисточку от Kiko, потому что мне погрыз ее собака. Вот. И маленький сэмпл духов от Givenchy. Называется Very Irresistible. Я его получила в подарок. И они мне очень-очень сильно понравились. То есть, я хочу полноразмерные духи. И я знаю, что они вышли 150 лет назад. Но я не знаю, как я их смогла упустить. Вот. Ну, в принципе, и все. Большое-большое вам спасибо за просмотр. Спасибо за то, что вы подписываетесь и поддерживаете меня. Мне это очень-очень приятно. Я вас всех целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok